МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашии до 2023 года капитально отремонтируют более 600 многоквартирных домов. Такой проект одобрили на заседании Кабинета министров Чувашской республики. Утвердили и бюджет программы государственных гарантий в сфере медицины. Несколько сотен домов вошли в краткосрочный план капремонта. Потребности разные. Где-то течет крыша, где-то плохо работает водоснабжение. А еще надо поменять лифты, устаревшую от этого очень опасную электропроводку. Ведь цель капитального ремонта – обеспечение безопасных и комфортных условий проживания. Адреса уже известны. В 613 многоквартирных домах проживают более 94 тысяч человек. Перечень данных многоквартирных домов, на ремонт которых планируется направление финансовых средств, сформирована на основе утвержденных муниципальных планов и протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. На заседании утвердили и бюджет программы государственных гарантий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Это коснулось отрасли медицины. На этот год расходы увеличены на 282 миллиона рублей. Более чем на 2 миллиона выросли и расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. В целом финансирование программы с начала года увеличилось почти на 6,5%. Каждому жителю республики будет обеспечен гарантированный объем медпомощи. Проектом постановления дополнен перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению, при амбулаторном лечении бесплатно по рецептам врачей, либо с 50% скидкой. Социальные работники, так же как и врачи, весь этот год трудятся в особых условиях, связанных с коронавирусной инфекцией. Правительство России приняло решение о дополнительных выплатах им до конца следующего года. О том, как будут начисляться средства, в нашем сюжете. Инвалиды и пожилые люди больше подвержены заражению опасной инфекцией. Для того, чтобы их уберечь, с апреля этого года 10 организаций социального обслуживания работают в режиме изоляции. Сотрудники интернатов работают посменно по 14 дней, не покидая стены социальных учреждений. За работу в таком режиме они получат дополнительные выплаты. До 15 ноября текущего года мы их поддерживали путем выплат стимулирующих, которые выделялись как из федерального бюджета, так и из республиканского бюджета. В общем и в целом на выплату стимулирующих было направлено 190 миллионов рублей. Из них 49 миллионов – это республиканские деньги. Если ранее стимулирующие выплаты мы направляли через Минтруд Чуваши, то сейчас взаимоотношения выстраиваются напрямую с фондом социального страхования. Смена, которая отработала, начиная с 16 ноября, уже получили первые специальные социальные выплаты. За двухнедельную рабочую смену врачи получат доплату в размере 40 тысяч рублей. Средний медперсонал и социальные работники – 25 тысяч. Младший медперсонал – 15 тысяч. Технический персонал – 10. При выявлении в организации коронавируса сумма будет больше. Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика. Глава Республики Олег Николаев встретился в Москве с президентом, председателем правления акционерного общества «Почта Банк» Дмитрием Руденко. Речь шла о сотрудничестве. Банк уже присутствует в Республике. Только в Чебоксарах открыто несколько его офисов, а так называемые окна продаж есть в большинстве почтовых отделений. На встрече обсудили весь возможный спектр услуг физическим лицам. Это вклады, дебетовые кредитные карты, потребительские кредиты. Клиенты банка – пенсионеры, представители малого бизнеса. Дмитрий Руденко рассказал о запуске нового проекта кредитования жилищного строительства. Он коснется быстровозводимых домов. Это может быть интересным для жителей, считает Олег Николаев. Сейчас в Чувашии уже действует несколько ипотечных программ. Мы серьезно сейчас работаем над тем, чтобы стимулировать все ипотечные программы, все, которые на все виды строительства жилья, и многоплотеного, и индивидуального, в Чувашской республике. У нас уже есть на сегодняшний день посельские ипотеки. Можно снизить ставку до 0,1% за счет бюджета Чувашской республики. И за счет вот такой синергии, там 3% посельские ипотеки, мы субсидируем до 0,1%. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве. Ну что, подписываем? Подписываем. Впереди интенсивная и плодотворная работа. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. В России сегодня отмечают День Героев Отечества. Этот праздник – дань уважения тем, для кого воинская честь, доблесть и отвага, жизненные кредо. Возложение цветов к вечному огню – многолетняя традиция. Когда-то еще в Российской империи был учрежден военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Долгое время он считался высшей воинской наградой. Потом появились другие – Герой Советского Союза, Герой России. Эти высокие звания присваивались за особые заслуги перед Отечеством. А в 2007 году в стране появился особый день. Евгений Борисов стал Героем России во время событий в Чечне. Это поистине праздник наших предков, я считаю, в первую очередь, потому что мы сами были воспитаны на их примере. И быть Героем хотелось бы, чтобы было это мирное время. В быту, дома, на улице, и на работе, в труде каком. Известный космонавт Николай Бударин в формате онлайн пообщался с курсантами Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. Ребятам было интересно узнать про космос, а также какие ощущения испытывают летчики, находясь на орбите. Порванность от своих близких, друзей, от семьи. Потом замкнутое пространство. И плюс работа, которую мы фактически проводим 24 часа в сутки, даже когда мы спим. И то я считаю, что работаем, потому что ночью мы слышим, вот лично я иду, я слышу звуки станции, настолько привычные, когда штатно-бережные работы. Если какая-то неполадка, меняется звук, сразу просыпаешься и летишь смотреть, что же происходит. Что повлияло на его решение стать космонавтом? Как шла подготовка к полету? Какие чувства он испытал, когда впервые увидел Землю из космоса? Николаю Бударину пришлось отвечать на многие вопросы. И хотя полеты в космос стали привычными, героизма меньше не стало. Ведь эти люди по-прежнему рискуют жизнями, чтобы прославить свое отечество. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Цифровая трансформация бизнеса неизбежна. Об этом говорили сегодня на круглом столе, посвященном развитию передовых технологий на предприятиях Чувашской Республики. Его организаторы – IT-кластер Чувашия и региональный центр инжиниринга. Бизнес, сообщество детально познакомилось с возможностями региональных IT-компаний. Государственная поддержка процессов цифровизации стала еще одной темой разговора. Цифровые технологии – это не только интернет и всевозможные электронные гаджеты. Это единая платформа управления любым промышленным предприятием. От научно-исследовательских работ до изготовления конкретного товара и отправки его потребителям. Сейчас в Чувашии 95% услуг оказывается без личного участия человека. Точки доступа к широкополосному интернету есть более чем в 300 населенных пунктах. В августе в Республике прошел семинар по цифровой прокачке бизнеса. Тогда представители промышленности познакомились с разработками крупных федеральных компаний. Но такие идеи и предложения есть и в Чувашии. Например, сегодня участники «Круглого стола» узнали об интересных разработках в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обработки данных, создания удаленных офисов. Все это можно реализовать. Нужны профессиональные кадры. Искать их среди студентов уже поздно. Можно проиграть технолидерам. Растить будущих программистов лучше со школьной скамьи. В Республике реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В его рамках по всей стране создается центр «Мой бизнес». Как работает подобная структура в Чувашии в нашем сюжете. Центр «Мой бизнес» объединяет все институты развития предпринимательства. У каждого своя миссия и ответственность. Но задача общая – развивать и поддерживать реальный сектор экономики. Множество инструментов позволяют помочь в организации своего дела. Поиски необходимых финансовых средств, расширение уже работающего производства и многом другом. На этой площадке у нас представлены такие предприятия, как гарантийный фонд, который на сегодня выдал порядка более 600 миллионов гарантий, что позволило предпринимателям получить более полутора миллиардов рублей кредитных средств. Республиканский бизнес-аккубатор, который взращивает, помогает предпринимателю возвести свою идею до предмета, продукта, который он в состоянии продать. Есть помощь в виде поддержки малого средств предпринимательства АПМБ, который кредитует и дает микрокредиты. Центр экспортной поддержки – это когда предприниматель с готовым продуктом готов выйти на мировой уровень, на мировые площадки. Одним из тех, кто активно пользуется услугами центра «Мой бизнес», является общество с ограниченной ответственностью «Элкон». Это предприятие уже давно известно на рынке лакокрасочных материалов. Здесь занимаются не только производством. Серьезные научные исследования, разработка и использование современных химических процессов позволяют «Элкон» удержать марку качества. Краски и лаки характеризуются особой прочностью и долговечностью. Компания – постоянный участник международных и российских выставок. Все это требует немалых средств. Осуществить все это без помощи государства было бы сложнее. Мы на некоторых выставках участвуем совместно с ЦЭП от республики. Поэтому, естественно, если участвовать самим, как «Мосбилд», она очень дорогая выставка. Она где-то составит миллион-триста, миллион-двеста получается. А если 50 мы и 50 ЦЭП уже получается спонсировать, уже не так накладно становится. Те оборотные средства, которые мы вкладываем в производство, они уходят из оборота, получается. И когда у нас идет спонсированный со стороны ЦЭП, это большая помощь получается. Центр экспортной поддержки оказал содействие «Элкону» в размещении на электронных торговых площадках, модернизации сайтов сети интернет, проведении детального маркетингового исследования рынка антикоррозионных материалов. Помимо Центра экспортной поддержки, предприятию помогло и агентство по поддержке малого и среднего бизнеса займом в размере 3 миллиона рублей. На пополнение оборотных средств для производства под 2,12% годовых. Минимальную из возможных ставку предприятие получило благодаря новочебоксарской прописке и тому, что является экспортером. При помощи всего этого, даже в нынешнее непростое время, «Элкон» нарастил объемы производства. Объем продаж здесь вырос на 25-30%. В исправительную колонию отправился бывший начальник отдела регионального управления МЧС, осужденный за получение взятки. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Прокуратура Чуварской Республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела управления МЧС России по Чуварской Республике. Он признан виновным в получении взятки. Установлено, что подсудимый, используя свои полномочия вопреки интересам службы, в период с ноября 2019 года по февраль текущего года, находясь на территории города Чебоксары, лично получил от предпринимателя взятку в сумме 150 тысяч рублей. За полученные денежные средства он пообещал поспособствовать в решении вопроса о непривлечении данного предпринимателя к уголовной и административной ответственности. По факту пожара, который произошел 6 ноября прошлого года, в здании администрации одного из сельских поселений Ядринского района. Суд назначил Николаю Питькову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и конфискацией незаконно полученных денежных средств в доход государства. Он лишен звания подполковника внутренней службы. Приговор в законную силу пока не вступил. Екатерина Шиверова, Республика. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. В Доме правительства прошел семинар по организации информационной работы в этой сфере. Его участниками стали журналисты и представители пресс-служб органов власти. Стоимство развели, лиходеи! Управы на вас нет! С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей. В исправительную колонию направлен бывший начальник отдела МЧС, осужденный за получение взятки. Подобные заголовки нередко появляются в газетах. Коррупционные дела освещаются на телевидении и радио. Гласность и открытость служат барьером на пути противодействия подобным фактам. За 10 месяцев текущего года подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции Республики выявлено 209 преступлений коррупционной направленности и 46 лиц, их совершивших. 31 преступление совершено в крупном и особо крупном размере. 32 преступления связаны со взяточничеством. Большинство этих цифр и фактов были озвучены в прессе. Где-то коротко в новостях, где-то подробнее в специальном расследовании. Без взаимодействия правоохранительных органов, представителей власти, общественников и средств массовой информации это вряд ли было бы возможно. Одна из основных задач, которая ставится перед, в том числе, обществом в борьбе с коррупцией это доступность и открытость информации. Именно широкая огласка мешает созданию благоприятной среды для процветания коррупционным проявлениям. Минформполитики Чуваши уже несколько лет проводят конкурс среди журналистов на лучший материал. Среди победителей и журналисты нашей телерадиокомпании. В общем, у нас очень огромное количество разнонаправленных передач, но тема эта обязательно так или иначе звучит в том или ином проявлении, несмотря на то, что она может быть детская или взрослая. Любая передача воспитывает, а это самое главное, и воспитывает доброго и справедливого человека, который никогда вообще по идее априори не должен попасть в какие-то коррупционные ситуации. На семинаре обсудили и другие вопросы, связанные с реализацией антикоррупционной политики. Инесса Потапова, Дмитрий Салманов, Георгий Кривошейн, Республика. Схема движения троллейбусов по столичным маршрутам вновь претерпит изменения. Об этом просили горожане. Чебоксары развиваются, появляются новые микрорайоны. Их жители тоже вправе рассчитывать на нормальное транспортное сообщение. Итоги голосования на портале «Открытый город» озвучили на брифинге в администрации. Свой голос оставили более 21 тысячи пользователей. 20-й и 14-й продлить, 5-й и 11-й объединить. И это только начало. Планируется изменить сразу 7 маршрутов. К примеру, маршрут 20-го троллейбуса в сторону юго-западного района хотят продлить до завода имени Чапаева. А в новый город его пустят против часовой стрелки. За это предложение жители отдали более 62% голосов. Прояснился, наконец, вопрос и с транспортным сообщением в новых микрорайонах. Таких, как Ясная Поляна и Солнечный. Очень многие избиратели обращались в Солнечный бульвар, что район-то растет, а по Ленску, Комсомолу у них садики, школы, дети ходят, а туда транспорт не едет. Не у всех свои личные транспорты, поэтому очень многие просят. Татьяна Гаврилова уверена, измененные схемы движения существенно облегчат жизнь новосевов. Я живу в Ясной Поляне. Мы очень хотели доступность транспортную по улице Ленинского Комсомола, потому что у нас там находятся садики, школы, и в первую очередь там коррекционный сад для детей-инвалидов, которые не ходят, плохо разговаривают. Ну, естественно, тем, кто не ходит, им очень тяжело добираться. Такси каждый день не вызовешь. Мы попросили новый маршрут, и к нашей радости нам предоставят сейчас, после Нового года, 14-й троллейбус. Как оказалось, это очень востребованный маршрут. По результатам голосования предложение поддержали почти 70% участников. Строить контактную сеть администрация пока не планирует. Выход есть. На маршрут поставят троллейбусы с удлиненным автономным ходом. Горожане поддержали изменения двух схем троллейбусных маршрутов. Это 14-й и 20-й. Поэтому изменения вступят по 20-му с момента внесения соответствующих изменений в документ планирования регулярных перевозок. Надеемся, что с Нового года уже троллейбусный маршрут номер 20 будет продлен до Чапаевского поселка. Что касается 14-го троллейбусного маршрута, здесь необходимо получить троллейбус с удлиненным автономным ходом. Республика ожидает 68 троллейбусов, в том числе 16 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Масштабные изменения предстоят также в схеме движения троллейбуса номер 11. Его предлагают объединить с пятым. Новый маршрут ляжет от завода имени Чапаева до промтрактора. Но из него исключат проспект Ленина от улицы Гагарина до железнодорожного вокзала. Протяженность маршрута составит почти 40 километров. На маршруте будут курсировать 12 троллейбусов, а это значит, пассажирам долго ждать на остановках его не придется. Обсуждался еще один вопрос – исключить улицу Мичем-Напалова и схемы движения третьего троллейбуса. В итоге с Университетской он должен был бы выезжать на проспект Максима Горького, а оттуда на Московский проспект. Впрочем, эту инициативу горожане не поддержали. Скорее всего, схема останется прежней. Что же касается объединения троллейбусных маршрутов 5 с 11 и 6 с 8, это решение будет дорабатываться с учетом мнения специалистов. И если решение будет принято, то указанные маршруты начнут работать уже с начала нового года. С каждым годом все больше жителей начинает заниматься фермерством. Много лет в республике работают государственные программы поддержки. Сельчане получают гранты на покупку техники, развитие и строительство животноводческих ферм и многое другое. Наша съемочная группа познакомилась с одним из них. Валерий Анатольев родом из Чебоксарского района. В его семье все работали на земле. Отец был трактористом, мать трудилась на ферме. Получив землю в наследство, Валерий решил начать свое дело. В 2016 году он построил коровник на 50 голов. А в 2017 в рамках госпрограммы «Начинающий фермер» получил грант в размере около полутора миллионов рублей. Все они ушли на развитие. На этот грант мы купили пресс-подборщик, чтобы все насобирать. У меня пресс-подборщик был, ну старый был. У меня объема-то больше надо собирать. Чем быстрее соберешь, тем качественнее. А вдруг до тардея пойдет. Вот решили в ВД пресс-подборщиках. Потом расширить хотели коров, то побольше. Вручную никак. Взяли и доильный аппарат на этом грант. Опять поголовь его растет. Земли мало. Вот земли взяли на этом грант тоже. Сейчас в хозяйстве 24 коровы. Девять из них дойные. Доильный аппарат ускоряет процесс сбора молока. Очень удобно есть. Сразу двух коров стоит. Обычно, когда ручной доишь, на одну корову где-то полчаса пройдет. Ну, 20 минут, полчаса. А с этим сразу двух коров где-то минут 7-8. Обязательное условие реализации гранта – найм работника. Сейчас в хозяйстве трудится один человек. В будущем году возьмут еще одного. И это вполне объяснимо. Растет поголовье скота, увеличивается объем работы. Сделать надо еще много, делится фермер. Установить в коровнике навозоудалитель, провести воду. Да и земли еще маловато. Его сердце, его душа действительно здесь. Это его дело. Он любит это дело. Буквально бывает такое, что спать ложится. Ой, у меня корова телится. Он все бросает, посреди ночи приходит сюда, смотрит. Правительство Чувашии оказывает финансовую поддержку и на развитие растениеводства. Селекционную работу, строительство и реконструкцию комплексов направлений немало. За последние два года грантовую поддержку начинающих фермеров у нас в районе получили 5 человек. Буквально в этом году, в 2020 году, три человека получили грантовую поддержку начинающих фермеров. Вдвоем получили по направлению животноводства на развитие крупно-рогатого скота в молочном направлении. И один человек получил по направлению растениеводства на выращивание клубники. Общей сложности 10 миллионов рублей. Несколько лет назад начали возрождаться сельские кооперативы. А с 2019 года заработала программа «Агростартап». За это время поголовье крупно-рогатого скота фермеров, которые получили грант, увеличилось 11 раз. Рабочие места увеличилось практически 6 раз. В урочках фермеров за это время увеличилось практически 28 раз. И вот кашни, которые они используют, увеличилось практически более 9 раз. Таким образом, мы видим, что системная поддержка помогает развитию фермерской хозяйки. Было бы желание работать и развиваться. Ольга Алексеева, Дмитрий Солманов, Республика. Дружина из Новочебоксарского кадетского лицея в числе победителей Всероссийского конкурса «Юных пожарных». Команда под названием «Ангелов в боевках» заняла третье место. Всего в конкурсе участвовали более 1300 дружин из 29 регионов. В финал вышли 10. Новочебоксарские ребята представляли Приволжский федеральный округ. Финал в этом году провели в заочном режиме. Юные пожарные рассказали о своей деятельности, сняли видеоролик о безопасности, выпустили боевой листок. В 2016 году команда лицея уже выигрывала Всероссийский конкурс. Сейчас в ее составе другие ребята. Но преемственность хороших традиций налицо. Это были главные новости среды 9 декабря. А я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова